Роберт Грэмхард «Меня проиграли в покер» читает Финитлодоски. История про девушку, которую отец-деспот проиграл в покер, и ей придется выйти замуж и провести некоторое время с незнакомым парнем. Посвящается Дарье Часовой. Глава первая. Вас когда-нибудь проигрывал отец в покер? Да, да, знаю. Не тот факт, с которого стоит начать знакомство со мной. Но только произошедшее со мной не выдумки. История, которую я поведаю каждому из вас, произошла со мной в реальности. Поверите мне или нет, дело ваше. Но выводы мной сделаны. На одни и те же грабли вряд ли судьба позволит мне наступить. И мои мемуары по выбранной тематике я смогу завершить. Знаете, я никогда не верила в любовь и не считала себя красавицей. Знакомое чувство? Мне казалось, что всем парням нужно только одно. И что никогда не достичь мне тех моментов, через которые все-таки мне повезло пройти. Но давайте расскажу обо всем по порядку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Мое обычное утро всегда начинается с ванной комнаты. Я вся полусонная, если речь идет о буднях. Стою у зеркала и всматриваюсь в личика с мешками под глазами и редкими угрями. Не дай бог увидеть прыщик или седой волосик. Я могу превратиться в халка на остаток дня. Как и любой разумный человек, первым делом чищу зубы. А затем становлюсь под душ. Принимать ванну мне не по нраву. Только лишь теплый, обволакивающий меня и мою кожу душ. Контрастный бывает по настроению. А вот такой, от которого идет легкий пар и раскрываются поры, мой любимый. Затем, как вы догадываетесь, мое лицо становится холстом для кремов. Включая тоналки и декоративную косметику. Следить за собой это прерогатива сильных. Бытует мнение, что нельзя ценить людей по внешнему виду. Отчасти соглашусь с этим. Но я уверен также и в том, что одной вашей внутренней красоты никогда не будет достаточно, чтобы провести остаток жизни с любимым мальчиком. Звучит жестоко, но давайте не смотреть на мир сквозь розовые очки, ладно? Listen to your heart. Напеваю я, держа в руках выключенный фен. В отражении сквозь пар я вижу свою довольную мордашку. Если дать мне возможность, то я готова прихорашиваться 24 на 7 в сутки. Для счастья мне мало, что нужно. Еще бы любовь обрести. В мире 7 миллиардов людей. По статистике на каждого парня приходится как минимум одна девушка. И почему-то мне все равно не везет. То ли на небесах я кого-то обидела своими выходками, то ли в прошлой жизни была смесью Гитлера и Иуды. Узнать мне никогда не удастся. Мои подружки любят рассказывать про свои приключения. На что мне обычно нечего ответить. Говорят, я малообщительная. Самый натуральный интроверт. Не сказала бы, что мне не интересны разговоры. Просто я больше люблю слушать. И, по правде говоря, в моей жизни крутые события происходят с такой редкостью, что сопоставимы с резвостью перекати поля в заброшенных городках. Динамика. Вот чего мне не хватает. О чем же я способна говорить без умолку? О книгах. И, к сожалению, такие интересы люди моего окружения не разделяют. Светскую беседу мне не тяжело вести. Отнюдь. Но собеседник, который сможет зажечь огонь в моих глазах, окажется самым настоящим везунчиком. Также мне нравится заниматься спортом. Я готова проводить целые вечера в спортзале. Чтобы разогнать жир, бег меня успокаивает. Дает силу для дальнейшей жизни. Как надену наушники с заводными песенками. Дорожка, держись. Учусь на финансиста. Знаете, почему я выбрала такую специальность? В нашем городке модно быть финансистом. Да и институт рядом с домом находится. Я убила двух зайцев разум. Однако, я не исключаю, что в будущем буду заниматься чем-то другим. Например, в последнее время мне нравятся те тенденции, которые происходят в сфере красоты. Брови, маникюр. Зажиточное дело, если иметь хорошую клиентскую базу. Единственный минус – касаться людей. Что сразу же закрывается, например, следующим плюсом. Я имею в виду творческую составляющую. Ты всегда можешь сделать что-то красивое для другого человека. Признательное выражение лица многого стоит. И кто знает. Может быть, я и свяжу свою судьбу с подобного рода работой. «Дочка, ты скоро?» – кричит мама с кухни. Как же меня раздражает, когда кричат. Голос матери заставляет меня поторопиться. «Алина, мне поссать надо», – бросает брат. Он никогда не церемонится. Скажет, что на уме. Мне скоро еще и в школу. Меньше пить надо, малявка. Бурчу я. Улыбаюсь своему отражению в зеркале. День пройдет отлично. По крайней мере, я так думала. Выхожу с ванной комнаты. В закрывающуюся дверь вбегает мой братишка, который близок к тому, чтобы обмочиться. Он оканчивает школу в текущем году и собирается стать дизайнером. Отношения с Артемкой у меня отличные. Бывает, что ссоримся, но миримся при первой же возможности. Живем мы в двухэтажном особняке в пригороде. Все наше состояние – заслуга отца. С ним мне с трудом удается ладить. Он из разряда тех людей, кто готов закатать тебя в асфальт, если не считаешься с его мнением.